дорогие друзья рад вас всех приветствовать в таком необычном месте мы с вами не библиотеке данте алигери поэтому тут вообще все по-другому сегодня нас ждет мероприятие в комарт-пространстве издательства никеи это не только арт-пространство это еще и кофейня с прекраснейшим кофе пью сейчас flat white на банановом молоке вот ибо до первой звезды нельзя собственно сегодня будет презентация книги франко нимбрини данте который видел богом будет много интересных людей я надеюсь что с кем-нибудь из них мне либо нашему оператору удастся познакомиться книга представляет собой личную интерпретацию поэта несколько песен несколько ключевых отрывков из даритов которые франко нимбрини итальянский автор преподаватель исследователь данте пропускает через себя и такие субъективные переживания субъективные моменты они на самом деле как бы с одной стороны далеки от нас а с другой стороны близки каждому из читателей потому что каждый читатель божественной комедии пропускает этот текст в первую очередь через себя сегодня кстати будет организован еще телемост на связи будет автор книги здесь будет присутствовать ольга седокова переводчик данте и исследователь данте вот и конечно же нам всем будет интересно послушать что же скажут наши дорогие творческие товарищи я рада приветствовать всех здесь я рада приветствовать наших замечательных гостей автора книжки сеньора нюбриния прежде всего автора книжки сеньора нюбриния ольга александрова николая александрова когда у меня спрашивают как у вас получается заинтересовать ребят в чтении данте я всегда говорю но я не ставлю перед собой такой задачи научить детей данте я не ставлю перед собой задачу убедить кого то что данте важен я ставлю перед собой задачу убедить ребят в том что они важны поэтому для меня мои занятия итальянской литературы в школе никогда не были какой-то попыткой поговорить о данте с моими учениками я в классе и не говорил о данте я в классе говорил с данте то есть если я если мы направляешь разной вопросе франко ну давай поговорим там давай прочитаем вторую песню ада которая мне очень нравится я начну читать и через пять минут забуду что вы тут вообще есть потому что для меня всегда было так чтение данте это такой разговор с ним если данте мне рассказывает что он потерялся в собрачном лесу то есть что он жил такой какой-то серой жизнью такой смертной ну вот полный вот этого ощущения смерти но именно в тот момент когда он находился вот на каком-то вот краю да чего-то на краю жизни он смог смог ну он встретил кого-то кому он к кому он мог обратиться с просьбой помоги мне мизерере мэй помидуй меня и вот этот вот этот вергилий да как раз ведет его по нужной дороге и вот данте спрашивает вергилий а как ты почему ты пришел меня спасать как ты узнал обо мне и вергилий а то что он не знал ничего а пришла к нему девушка прекрасная из рая которая ему сказала иди и спаси данте я боя кричи говорит она да и мною двигала любовь меня заставила заговорить любовь и и и и каждый раз когда я это читаю я не могу не думать о своей жене и сколько раз ей приходилось спускаться из своего рая чтобы прийти в мой ад и меня спасти я думаю почувствовали потому как говорит франко что его данте очень живой в нем такие вспышки такие как бы резкие движения должны быть а он еще собственно говоря про комедию говорил довольно мало его спрашивали о том как он преподавал и так далее но не про комедию вот и а когда он говорит про комедию то данте слышится очень живой очень резкий в своих формулировках своих каких-то движениях душевных и потом этого всего мы не видим в таком торжественно звучащем музее на звучащем русском стихе лазин в интерпретации не принять желание у данте связано с волей это не просто желание и хотели это словом говоря абсолютное желание не принято достаточно много пишет о том что беда человека в том что он останавливается что дьявольское искушение и вот некоторый соблазн который всегда существует остановиться на достигнут пресечении желание нежелание словно говорите дальше она заставляет человека остановиться или останавливать и много пишет об этом применительно в первой песне а дорогие друзья ну вот и закончилась презентация книги данте который видел бога презентация прилетела просто незаметнейшим образом очень быстро все это прошло и конечно же осталось просто невероятное количество чего не сказанного об этой книге о данте и прочь я оцениваю презентацию если честно на четверку потому что про данте было сказано чрезвычайно как по мне как мне кажется мало но я думаю что каждый из вас может заглянуть купив книгу заглянуть в нее и открыть для себя дан может быть нового может быть прежнего очень рад вам всем спасибо за внимание огромная благодарность издательству никея огромная радость видеть всех гостей мероприятия приходите почитайте ждем может быть даже обсудим скорости